1 мая в городском округе завершен отопительный сезон. 16 числа прекращена подача горячей воды в многоквартирные дома города. Работники центральной котельной приступили к текущему ремонту котлов и отопительного оборудования. На летний период запланированы также объемные работы по замене труб и аварийных участков теплотрассы. По этой причине горячая вода появится в квартирах горожан лишь осенью. С окончанием отопительного сезона забот у работников городской котельной не уменьшается. Буквально на следующий день после остановки котлов, обеспечивающих город теплом и горячей водой, тепловики приступают к их профилактическому осмотру и ремонту. Техника не новая. Износ оборудования, по оценке специалистов, значителен. Для его бесперебойной работы, по примеру минувшей зимы, требуется немало усилий всего технического персонала. Сегодня с утра уже опрессовали ПК-6, ПК-7, выявили недостатки какие и сразу приступили к устранению этих недостатков. Вот мы даже на камеру сняли, ребята там работают, делают ревизию, ремонтные работы происходят. Уже сняли лицевую часть котла, проверяли внутри нет ли утечек при опрессовке, всякие всевозможные недостатки. Сразу начали ремонт сетевых насосов, ремонтная группа там работает у нас с козыря. В общем, толковые ребята, все грамотные. Ну, думаю, что с работой мы справимся. А в летний сезон запланированы также широкомасштабные ремонтные работы по замене труб первого контура городского теплосети. В первую очередь на аварийных участках, где изношенные металлические конструкции будут заменены на гибкие полимерные трубы из изопрофлекса, которые легко монтируются, имеют высокую износостойкость. Гарантийный срок службы таких современных трубопроводов составляет 50 лет. Согласно ремонтной программе, мы сейчас произведем гидравлические испытания котлов, оборудования котельного и тепловых сетей. И потом мы приступаем к работе по замене трубопроводов по городу. По городу Фокина мы должны уложить где-то в пределах 2,5 километров изопрофлекса. Это новый материал. Мы уже работаем с ним второй год. Опыт прошлого года показал, что на отремонтированных участках перерасход воды был сведен к нулю, что свидетельствует о высоком качестве материала и проведенных работ. Полезная практика будет продолжена и в этом сезоне. В этом году у нас намечено 14 объектов, на которых мы должны положить и положим вот этот новый материал изопрофлекса. И на ГВС, и на отопление. В Фокина у нас аварийный участок, это Постниково-21. Значит, там и по отоплению, и по ГВС. Аварийный участок у нас Усатого-23. Там тоже отопление и ГВС замена. Потом аварийный участок у нас от Третьей Бойлерной до Постниково-2А. Там ГВС мы зимой тоже у нас проблематично было. Но особенно у нас, значит, в этом году уже первый контур. По первому контуру у нас, так сказать, есть и большая работа будет производиться. По-прежнему для фокинцев остается актуальным вопрос о горячей воде в летний сезон. Специалисты Примтеплоэнерго, с сожалению, отмечают, что в период проведения ремонтных работ и подготовки оборудования к следующему отопительному сезону невозможно обеспечить подачу горячей воды в многоквартирные дома. Такова особенность технологического процесса. Мы практически не можем подавать горячую воду из-за того, что у нас разобранный первый контур. А от первого контура зависит работа болерных, центральных тепловых пунктов. Вот, зависит. А если мы, так сказать, не будем производить ремонт, то мы в зимний период пойдем с большими проблемами. Тепловые сети города изношены уже на 80%, и они нуждаются в ремонте, потому что их длительное время не ремонтировали, и замену трубопроводов не производили никакой. Вот, из-за этого, из-за этого мы не можем одновременно производить и ремонт, и подачу горячей воды. Что-то нужно делать одно. На практике это означает одно – счастливым обладателям электротитанов пришла пора их включать. А остальным жителям города или в срочном порядке приобретать и устанавливать водонагреватели или по опыту наших бабушек довольствоваться все лето кастрюльками с подогретой водой, в надежде, что все неудобства и затраты будут компенсированы бесперебойным теплом в наших квартирах будущей зимой.